Начинается наш новый блог в городе Ростов Храм Святого Великомучника Георгия Победоносца Это один из первых храмов на западном микрорайоне Храм освящен в честь Георгия Победоносца Почему? Я тоже скажу, потому что это знаменательно Еще в 80-е годы, у нас здесь ГПЗ, люди очень рано ехали на работу И когда это рано-рано, утром, ну не очень рано ездили, там часа в 7, в 6 может даже Они увидели на небе садника на белом коне И вот с тех пор, батюшка, сколько раз нам предлагали отсюда Вот это, мы начинали строиться, это была строительная бытовка Первая вот эта вот маленькая часть, это было просто строительная бытовка Совершенно без фундамента, без ничего И вот это нам дали, у нас есть фотографии, да, вот это нам дали Мы это переоборудовали в храм Да, даже Да, и потом сколько батюшки не предлагали в какое-то другое место Нам хорошее место очень предлагали Вот, видимо, как-то Георгий... Другие районы города? Нет, вот здесь А, здесь, да? Да, 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 но батюшка не соглашался Видимо, это все промыслительно было Потому что, знаете, сам Георгий показал, видимо, такое вот место И, значит, наша вот такая основная икона Георгий Павлиноста Она тоже очень чудесно была обретена Вот, значит, это были склады Склады Табачная фабрика Табачная фабрика Склады И принес ее Георгий В храм, да, вот там они нашли И посчитали, что там это не место находиться Вот, принесли сюда И вот у нас вот это вот сделали мы Эта центральная икона В нашем храме, значит, очень много икон Мироточивых Вот Об этом как-то мы особо не распространяемся У нас икона Подпал же Дмитрия Ростовского Она печаталась на стекле Вот Много чудес у нас было Перед всякими событиями, знаете, военными В Украине и так далее Вот у нас в том пределе Господь Мироточил Притом так Мироточил Знаете, вот все было буквально залито Капельками как роса Вот Я вот, в принципе, конечно, не буду сейчас Постанавливаю Очень много икон у нас Люди захотят приедут, посмотрят Сами вживую Увидят Да, 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 да Вот чем еще Знает наш храм Знаете, вот мы все здесь делали своими руками Мы никуда не заказывали У нас в то время еще, когда мы делали Это были до 2000 В 2004 году В 2004 году вот этот новый предел открылся Вот вы, наверное, заметили, что здесь хорошая акустика Потому что Потрясающе Да, вы знаете почему? Потому что раньше мы строили Я сама архитектор И вот участвовала во всем Вот в этом оформлении И так далее Вот все это мы делали своими руками Вы знаете, раньше старый храм мы делали Там никогда не было прямых углов То есть всегда немножко делалось вот так И вот у нас здесь вот это выдержано Вы здесь сохранили, да, эту традицию? Несмотря на то, что да, что это гипсокартон А чувствуете, а здесь гипсокартон Вы сказали, что вы делали все своими руками А скажите, о роспись Это трудами каких мастеров? Значит, смотрите Вот иконостас Я сама по профессии архитектор Вот, проектировщик Ну и как бы так уже Господь управил Ну как бы по благоукрашению храмов Вот Ну и пришлось нам, конечно, самостоятельно делать Вот этот иконостас, который вы видели Вот в малом пределе Иконостас, мы что же делали сами? Все лепили из чего-нибудь Вот Потом делали формочки, отливали Конечно, у нас это все Это вообще старорусский стиль Это вы, наверное, заметили Да, да И, конечно, как бы у нас основа всего вот это была Вот Это Кремлевские палаты В то время, когда мы в этот день вышли Нигде ничего не можем достать Это сейчас много в интернете всего Понятия всего всего Сейчас только дело Понимаете? А в то время мы там буквально Каким-то крупицам где-то увидел Кому-то календарик И там какое-то Что-то такое Скажите, а в таком виде храм уже Как долго существует Вот в таком обранстве? В таком обранстве Ну вот Новый предел мы открыли в 2004 году Открылся он Вот 4 января Мы сразу уже начали где-то делать Вы знаете, уже, наверное, лет запек Мы, наверное, его Ну, по крайней мере, там к 8-9 году Уже все было расписано Ну вот вы, кстати, сказали, что своими руками делали Многие здесь детали Но вы умолчали о том, что иконы Иконы, но иконостаси Расписали, написали именно вы Да, да, все И крестов, пожалуйста И все По скромности своей, конечно, вы этого не сделали Но это очень красиво В свое время, вы знаете, это сейчас уже просто У нас много иконописцев В то время еще их не было И я очень долго не соглашалась Я говорю, да вы что, вы что И вообще А батюшка взял и благословил А он вот Слава Богу батюшка благословил нашу группу Сегодня записать здесь псалом Поэтому мы надеемся, что это порадует И утешит многих наших подписчиков, друзей И вообще всех православных Я тоже надеюсь Увидят видео, которое мы сняли в вашем храме И, конечно же, оставят, наверное, свои комментарии Может, кто-то захочет приехать в ваш храм обязательно Я очень рада Знаете, такое старое слово Мамодельность Да Вот у нас в свое время Здесь было постриг Невской иногини Осталась только я одна, к сожалению Ну так как бы жизнь нас скитала И вы знаете, у нас здесь Даже когда не было служб Звучало монашеское правило Утром, вечером Полностью без сокращений Ну это да Это сильная молитва Всегда, которая самая главная Мы приходили, да Когда даже не было А потом уже у нас Вы понимаете, только в соборе Ну насколько я знаю У нас Каждый день служба до сих пор Это очень редко Несмотря на то, что сейчас люди Ну как бы и боятся приходить И так далее, и так далее То есть в этом храме молитва звучит постоянно Да Слава Богу Долго и постоянно Слава Богу за все Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо, Господи Очень рады были послушать вас Господь посет мя и ничтоже мя лишит На месте злачне тамосе лимя На воде покойне воспитамя Душу мою обрати наставимя на стези правды И в имя не ради своего Ощебой и пойду посреди сени смертны я Не убоюся зла Яко ты со мною Еси Жезл твой И палец Твоя Тобя Утешиста Уготовал Еси Тобя 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 Утеши И Г杯 Продолжение следует...